40 миллионов бюджетов. Нельзя бежать. Ледовому дворцу в республиканской столице быть. Такое решение принял президент России по итогам встречи с главой Хакасии. Виктор Зимин рассказал, новый спортивный объект должен стать тренировочной базой для хакасских хоккеистов в летний период. В других регионах все, эти площадки все разобраны, там просто нет возможности нашим ребятам. И 4 месяца мы не тренируемся. Играем в футбол, но не в хоккей. Впрочем, как подчеркнул руководитель региона, ледовая арена на 3000 зрительских мест призвана не только помогать спортсменам. Подобные объекты можно встретить в таких ближайших городах-миллионниках, как Новосибирск, Красноярск. Теперь в этот престижный список войдет и столица Хакасии. Глава региона уверен, ледовый дворец откроет невиданный прежде потенциал. Вот этот стадион будет для всех. Для детей, для взрослых. Он действительно вместит в себя все те нужды, которые есть в регионе. У нас есть небольшая площадка воинской части, но нет зрителя. Сам этот потом объект позволит там и концертный устраивать, и проводить разное рода шоу. И бокс вести, и борьбу вести. Но это же площадка многофункциональная. Преимущества крытого ледового поля очевидны. Это тепло, светло и безопасно. Мечта любого города. По предварительным данным, новую арену начнут возводить на территории будущего парка в районе Арбан. Виктория Титова, Оскар Артамонов, Дмитрий Щеглов, РТС.